Мы уже в течение достаточно длительного периода, наверное, 15 с небольшим лет уже не ведем на территории Саратова никаких крупных градостроительных проектов. Их вообще нет. Это большой шаг назад, потому что у нас был очень сильный такой прогресс, разбег в 90-е годы, затем в начале 2000-х, когда мы утвердили генеральный план 2008 года. Сегодня у нас создается уникальная ситуация. Мы вернулись к большим проектам. Мы вернулись к проблеме агломерации. Мы ведем уже разработку этого проекта колоссального. Масштабы его пока, по-моему, не видны и не очень всем понятны. Но это и нормально, это логично, потому что мы никогда не занимались такими вопросами. Просто никогда. Последнее обращение внимания на агломерационные вопросы, то есть вопросы большого масштаба, 200-тысячного, когда охватывается территория в 400-500 квадратных километров, понимаете, большие масштабы, в 600 даже, была предпринята Гипрогором в начале 60-х годов, 50 лет назад. 50, понимаете. Мы должны что-то сделать в этом направлении обязательно. Мы немножечко все-таки стагнируем уже на протяжении многих десятилетий. Это показывает исследование. Мы видим, что тот колоссальный разбег, который Саратов сделал в XIX веке, выбившись в первые строчки, так сказать, городов российских и Российской империи, он начал иссякать где-то вот в середине 30-х, к концу 30-х годов, понимаете. А дальше уже медленно пошло все. Сегодня этот процесс убыстряется и усиливается, поэтому нам нужно каким-то образом реагировать на это. Уже есть определенные наработки, они показывают, что ситуация у нас не просто сложная, а очень сложная. В некоторых моментах она предкризисная, а в некоторых – кризисная. Это нужно признать со всей ответственностью и, так сказать, правду в глаза сказать. Но сейчас идет такая стадия работы исследовательская, научная, когда собирается и формируется огромный массив данных, рассматривать всевозможные альтернативы по разным вопросам. Естественно, это вызывает многочисленные дискуссии внутри, и околопрофессиональные, и просто досужие какие-то разговоры. Это совершенно естественно. И профессиональные дискуссии, потому что у нас не существует вообще в стране опыта проектирования агломерации. Мы никогда ими не занимались. В Советском Союзе шла научная работа, но она никогда не… Она, вернее, даже западными странами больше воспринималась, так сказать, и использовалась, нежели вот у нас. У нас даже нет самого юридического понятия агломерации. Агломерация – это не просто сумма, сумма поселений, сумма каких-то потенциалов, понимаете? Это нечто новое. Это не просто, так сказать, это не арифметическая сумма, понимаете? Это нечто более новое и сложное. Город – это не остров в океане, это узел определенной системы сложной, системы расселения. Эта система расселения, она является узлом региональной системы, которая является узлом общегосударственной системы, которая является узлом мировой системы. И вот в таком контексте должна рассматриваться проблема агномерации. И такого опыта в стране у нас, в общем, широкомасштабного, пока не существует. То есть по приказу это сделать нельзя? По приказу это сделать нельзя, естественно. Мы не можем взять и начать копать от забора и до обеда, как оно бывает иногда. Мы должны сначала понять, где мы находимся, что происходит, что происходило, каковы причины. Вот эти причины мы сейчас изучаем историю развития нашего края. Если Саратов получит южный вот этот мост, это увеличит потенциал вот этой нашей внешней кольцевой автомобильной системы. У нас сейчас великолепный мост на севере, да, есть Престанский мост, четырехпутный, замечательный мост. Но эта система является немножечко неполной. Пока еще это не чувствуется, потому что нагрузка еще не дошел до проектных нагрузок. И сейчас пока неплохо, но это произойдет рано или поздно, да, у нас все увеличивается. Значит, поэтому хорошо бы иметь и этот мост. Это очень правильное решение. Другое дело, каков створ этого моста должен быть. Конечно, он не должен идти через УВЕК. Это сто процентов, потому что УВЕК это гора с оползнями. Причем там, значит, историко-архитектурно-культурный слой. И, естественно, там никакого моста быть не может. Мост должен быть южнее железнодорожного моста. Это да. Но и там своя сложность. Съехать с отметок автодороги Волгоград-Сарасов-Сызрин, которая идет по отметкам за 100 метров, на отметку там, ну, на 100 метров меньше, это тоже серьезная задача, понимаете. Поэтому выбор стратегии развития как объекта этого моста, это отдельная сложная задача. А в агломерации она как бы не решается, потому что не тот уровень, понимаете. Наше дело обосновать саму, так сказать, тему этого моста, дополнительно обосновать. И вот он должен быть включен вот в эту вот, значит, систему. Теперь, значит, относительно вот этого, значит, то, что нарисовано в генплане. Честно говоря, я не могу найти этому какого-то логического объяснения. Мост-то вы можете нарисовать, а подъехать к этому мосту нельзя никак. Ну, никак. Невозможно. Просто. Улица Большая Затонская, она вот такая, какая есть. Другой не будет. Мы же не снесем только что построенный ЖСК-водник. Или как он там называется сейчас по-новому. Мы же не снесем жилые дома, которые стоят, если ехать из центра, по левую сторону, значит, этого. Что мы снесем пятиэтажные дома? А здесь, я уж не помню, сколько он там, 12 или 15-этажный дом или больше. Это же нереально. Правда? Дальше. Мы же не сможем с 17-й отметки, по которой идет Большая Затонская, она ждет практически по уровню воды, подняться на 130-ю, 140-ю отметку. Это же та дорога для смелых и умелых водителей, которая сейчас существует. Она просто никаким нормам не отвечает. По ней, в принципе, ездить нельзя. Но мы ездим, потому что у нас другого ничего нет. И в том же время мы должны спуститься опять на 15-ю отметку, там где-то в районе Энгвеста. Причем генеральный план наш не дает ответа, а где мы там приходим в Энгвест, понимаете? Потому что, поэтому нельзя рисовать половинку моста. Но это выглядит просто смешно, понимаете? Смешно. Пол моста мы нарисовали, а вторая половинка где? Но мы не нарисовали. Почему? Ну, потому что Градкодекс нам запрещает рисовать что-либо за предел, за городской чертой города Саратов. Она проходит по фарватеру реки Волги. И все. Это подход, вы считаете, нормальный, да? Я считаю, что это подход детский, понимаете? Это детский сад. Это игра в градостроительство. Это безответственная вещь, понимаете? Мы таким путем идти не можем и не будем. Поэтому мы сейчас решаем этот вопрос. Ясное дело, что обосновать там мост, скорее всего, не удастся. Либо это должны быть такие затраты. Можно все сделать, понимаете? У нас сейчас уровень развития техники, технологий, финансирования таков, что мы можем из Саратова, я не знаю, запустить ракету на Марс. И проблемы никакой нет. Конечно, прохождение моста этого через Зеленый остров, например, у меня не укладывается в голове. Просто. Понимаете? Так же, как и пропуск у него трамвая. У меня не укладывается в голове. Как трамвай может ходить по бабушкому взвозу? Там на машине-то не проедешь иной раз. И ехать потом по набережной космонавта. Как вы себе представляете? Нам что, надо снести полнабережной, что ли? Потому что трамвай – это 10 метров полоса. У него есть свои законы, понимаете? Свои технические нормы и правила. Если мы говорим о скоростном трамвае, ну, там тоже есть свои определенные нормы и правила. По радиусам, по уклонам, по горизонтальным, по горизонтальным участкам, по горизонтальным кривым, по вертикальным кривым. Понимаете? Я, может, немножко много терминов говорю, но это действительно вещи серьезные. Потому что это связано с безопасностью движения. Трамвай везет людей. Не дрова он везет, а людей.